В 2023 году полностью алтышский язык обучения перейдут до школьной группы, а также первые, четвертые и седьмые классы. Затем в 2024 году вторые, третьи и восьмые классы, а в 2025 году третьи, шестые и девятые классы. Это фундаментальная реформа, то есть мы переходим на единую школу. У нас были две программы, если вы знаете, сейчас мы находим на единую программу, но здесь это такой, ну, крепнейшая задача следующих, я бы сказал, трех лет. То есть она начинается следующая, то есть не в этом году, а через год, чем не год. И, конечно, это для, ну, такой, большой вызов, ну, как построить, ну, не продолжать то же самое, но на алтышском языке, ну, то есть, найти решение, как сделать единую школу. В ходе рассмотрения законопроектов в Сэйме возник вопрос о том, как помогать тем детям, которым все же трудно учиться по-латышски. Воспитанникам детских садов и ученикам основной школы, которые будут нуждаться в помощи, поддержка может оказываться в индивидуальном порядке, в том числе и на русском языке. Ее может оказывать педагог по своим усмотрениям, как он считает нужным. Конечно, мы не можем предъявлять требования, чтобы все педагоги знали русский язык, но в любом случае у педагога есть масса других инструментов, как именно он может помочь ученику, даже говоря с ним на латышском языке. В школах, которые сейчас являются школами нацменьшинств, русский язык и литература станут факультативными. Виктория Пушкила-Отто, Ива Вейс, РУССЛСМ Ивана Вейс, РУССЛМ Ивана Вейс, РУССЛМ Ивана Вейс, РУССИН Ивана Вейс, РУССЛМ Ивана Ваш едача была создана и влось.